Всем тихой ночи. Найденные кассеты это популярный жанр хоррора в интернете. Обычно сюжет таков, что живет человек своей обычной жизнью, но тут ему попадается старая видеокассета. Он решает ее посмотреть, и это вызывает череду странных событий в его судьбе. А что если найденная кассета окажется из фонда SCP? И нет, это видео не об объектах в виде кассет, хотя таких тоже хватает. О записях самого фонда. Да, именно такие записи мне удалось недавно найти. На них мы сегодня и посмотрим. В этом видео будет упомянуто множество явлений из мира SCP. Ссылки на большинство из них я оставлю в описании к ролику. Эти видео выглядят как записи на старую VHS-кассету, и похоже, что они из другого мира, а именно из измерения сорванного маскарада. Его мы как-то уже обсуждали, и известно оно тем, что там о существовании фонда узнали абсолютно все. Начинается пленка с обращения к людям от лица организации SCP о том, что в одной из конкретных зон организации произошло нарушение условий содержания, и опасные объекты вырвались на свободу. Даются простые рекомендации о том, как не стать жертвой монстра или потустороннего явления. Также на кассете была подробная запись, сделанная организацией известной как ПГРУ, той группой, которая защищала от аномального мира жителей Советского Союза. Неужто в том измерении организация SCP и психотронный отдел ГРУ действует сообща? Предупреждение от этой организации несколько отличается от того, что показывает SCP. Тут говорится о том, что на страну напали враги, и возможно атака сверхъестественным способом. А еще похоже, что русский язык в том мире несколько отличается от нашего, потому что слово на Расте я как-то не слышал. Так или иначе, видео советует рисовать особый символ при встрече с паранормальным и призывает следовать за некими заказами в ПГРУ. Сложно сказать, что это за заказы, но эта организация, похоже, действует в том мире совершенно открыто. Совершенно открыто действуют и повстанцы Хаоса. Один из эпизодов из этих видеозаписей является сообщением фонда на случай масштабного нападения хаоситов на Америку. В этом случае фонд советует вооружаться и оказывать им по возможности сопротивления, а также не смотреть в зеркала и носить противогазы. Ролики с рекомендациями есть и на случай побега различных конкретных объектов. Например, в случае, если скромник покинет зону содержания, советует запереться дома, не выглядывать в окна и не смотреть никакие прямые эфиры. Что, учитывая свойства этого монстра, вполне логичные предписания. Подобные советы есть и для многих других существ. Для того же старика и скульптура, например. Далее, просматривая запись, я понял, что именно случилось в том мире. В третьей записи нам сообщают, что Землю атаковал SCP-2399, известный как поврежденный разрушитель. Этот объект это космический корабль, расположенный возле Сатурна, имеющий, судя по всему, мощное вооружение и неизвестные в целом возможности и свойства. Из видео мы узнаем, что объект переместился к Земле, зависнув около Луны и обстрелял нашу планету. Похоже, это было не слишком фатально, потому как тут советуют просто не выходить на улицу в течение не менее 8 дней. Именно столько будут длиться смертоносные последствия обстрела. Более неприятным событием было то, что вскоре на свободу вырвался SCP-610, а это вообще жуткая вещь, и об этом тоже есть предупреждение. Также устроила побег одна из версий SCP-001, Страж Врат, который отправился гулять в Освоясе, оставив врата без охраны. Да и многие другие объекты навели шуму, в том числе родился Алый Король. Он сразу принял форму огромного гуманоида с оленьими рогами и теперь вызывает толпу монстров для разрушительного похода по Земле. Из-за освобождения большого числа сущностей фонд даже объявил о начале конца света. Похоже на то, что кассета с этими записями была отправлена нам фондом из того измерения, чтобы мы могли узнать, каким был тот мир и как он закончил. Подтверждают эту мысль несколько рекламных роликов, из которых можно уже совершенно точно понять, что такая кассета точно происходит именно из вселенной Сорванного Маскарада. В первом из них рекламируют фирменную пиццу от фонда SCP. Ведь, как мы знаем, в мире Сорванного Маскарада фонд SCP обзавелся огромным числом бизнесов, пользуясь разными аномальными вещами. Похоже, что SCP-458, бесконечная коробка пиццы, пошла в дело. А еще у фонда есть фирма, продающая компьютеры, что выглядит более логичным. Для крупной организации, владеющие множеством аномальных технологий, и рекламируют себя там, похоже, не только фонд SCP. Кроме него, мне вот попалась запись церкви разбитого бога, при помощи которой эта организация вербует адептов. А также запись Министерства туризма города, находящегося в карманном измерении, известном как Три Портланда. Особенно меня удивил рекламный ролик SCP-3008 бесконечной Икеи. Довольно странно, что эта штука решила так себя продвигать. В самом начале тут рекламируется стул, с которого невозможно встать. И кажется, когда-то давно я читал историю о том, что такие встречаются в Икее. Что забавно, учитывая, что история 3008 сама по себе выросла из крипипасты. И про икейный стул, с которого нельзя встать, тоже есть отдельная крипипаста. В общем, они так прокачали этот наш SCP, что можно смотреть крипипасту, пока ты смотришь крипипасту. Кроме бесконечной Икеи, из объектов массовой аудитории стал знаком также SCP-1678, Non-London. Подземная копия Лондона Реального. Сообщение от него прервало выпуск мультфильма про приключения Лорда Блэквуда. И из него стало известно, что британская оккультная служба предоставляет в этом объекте убежище всем желающим на случай аномальных бедствий. Но это каждый знает. Если вы в Лондоне и началось нападение монстров, надо бежать в подземную копию города. Тут есть видеозаписи для внутреннего пользования. Одна из них, например, предназначена для того, чтобы сообщить о том, что большие потери среди гражданских при захвате аномалий допускать не стоит, потому что это очевидно вредит репутации организации. Или вот инструкция для сотрудника охраны комплекса. Должно быть интересно, учитывая, что на сайте SCP им внимания не уделяют практически никогда. Впрочем, и тут информации не так много. Говорят, что важно следить за камерами, и в случае опасной ситуации можно вызвать персонал класса D, чтобы не рисковать самому. А в случае взаимодействия с аномалией необходимо соблюдать инструкции ученых. А вот следующая запись меня немного озадачила. Это сообщение о наступлении сценария конца смерти, когда все живые существа перестали умирать. И дело тут в том, что мир, где такое случилось в мультивселенной SCP, это один конкретный мир. И это совсем не тот мир, в котором случился сорванный маскарад. Выходит, у нас тут записи из самых разных миров мультивселенной SCP. Дальше больше. Тут есть также сообщение из реальности, в которой произошли события SCP-5000. Но это там, где фонд SCP решил уничтожить все человечество. Затем идет сообщение, которое транслировалось в мире, где произошло событие под кодовым названием и мир оделся в красоту. Что значит, что там вообще погибла вся жизнь на планете. Хотя, чего странного-то? Ведь фонд SCP это не просто организация, существующая где-то в каком-то одном мире. SCP существует в мультивселенной, во всем многообразии миров. Тут даже есть передача о том, что какой-то мир захватывает Ктулху. На данный момент все эти эпизоды загружены на канал SCP-релист, который является довольно интересным примером интернет-творчества, вдохновленного эстетикой старых видеокассет и, конечно же, вселенной фонда SCP. Новые видео на этом канале продолжают выходить, так что следим за обновлениями. Творчество вполне достойное. Надеюсь, автор понемногу будет добавлять каких-то деталей и улучшений. Всем пока!